Проливной дождь Проливной дождь Проливной дождь Проливной дождь И наши гости из Одессы Победитель Кубка Америки 2005 года «Нордист Юнайтед» из Филадельфии. И наши соседи черноморец Нью-Йорк. В группу «Б» вошли финалист прошлогоднего розыгрыша «Русские звезды» из Нью-Йорка. Команда «Динамо» из мировой столицы табака Вирджинии. «Интер» из Нью-Джерси. И молодая команда из Пенсильвании. После первого дня соревнований команды заняли соответствующие места в своих группах, где лидерами стали два «Динамовских» коллектива из Лос-Анджелеса и Ричмонда. К сожалению, не смогла продолжить участие в турнире команда «Хозяев». Не проиграв ни одного матча, команда «Нордист Юнайтед», тем не менее, вынуждена была сняться с турнира из-за участия в матче Лиги Пенсильвании. Уже не первый год принимает участие в этом турнире легендарный в прошлом футболист киевского «Динамо», капитан команды киевского «Динамо» 1961 года, участник чемпионата мира по футболу 1961 года в Чили Виктор Каневский. И вот я решил побеседовать с ним на этом турнире. Виктор, ваше впечатление от этого турнира? Ну, одно то, что турнир организован, это уже очень хорошо, потому что нельзя забывать нашу любимую игру. И здесь я смотрю, что много участников. Это каждый день проводят. И очень большое спасибо организаторам турнира. И я хотел бы сказать, что команды, играя с большим азартом, с большим удовольствием, немножко погода внесла в свои коррективы, но я вижу, что она не повлияла на ход игр. И осталось мне только пожелать и развивать это хорошее начинание, и продолжать, и продолжать, и продолжать с тем, чтобы мы радовались и видели наших земляков всех, участниками этого турнира. Хотелось бы поблагодарить команду одесских ветеранов, которые прилетели на этот турнир, и пожелать им тоже дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо. С нами был Виктор Каневский, легендарный прошлым футболист киевского «Динамо». В полуфинале первыми играли русские звезды и «Динамовцы» из Лос-Анджелеса. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Динамо Лос-Анджелес победила со счетом 2-0. Впервые в турнире Феникс Кап принимает участие известная в русской комьюнити Америки команда Динамо Лос-Анджелес. Ее президент Роман Прейс сегодня с нами и я хочу попросить его, чтобы он высказал свои впечатления об этом турнире. Мы благодарны организаторам за то, что они нас пригласили. Мы всегда приезжали на Кубок Лобановского и были всегда очень довольны. Второй год подряд. Это первый раз, что мы в Филадельфии. Будем надеяться, что будем здесь и в следующем году. Ну и обязательно, конечно, приедем в Нью-Йорк на очередной Кубок Лобановского. Спасибо. Спасибо, Роман. И я хочу пожелать команде Динамо Лос-Анджелес, которую всегда мы хотим видеть на всех турнирах, которые проходят в русскоязычной Америке. Спасибо, Рома. Спасибо. 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 Встреча между одесситами и сильной командой из Вирджинии в основное время не дала перевеса ни одной из команд. 0-0. Встреча между одесситами и сильной командой из Вирджинии в основное время не дала перевеса ни одной из команд. Встреча между одесситами и сильной командой из Вирджинии в основном в первую команду. Поехали! Хочу отметить эпизод, который ярко характеризует дружбу и взаимовыручку среди футболистов. Вратарь Одесситов получил травму и не смог продолжить игру. И тогда его место в воротах занял недавний соперник. Игрок русских звезд, воспитанник ташкентского футбола Вадим Слащев. Он и сумел парировать один из послематчевых пенальти. Общий счет 4-3. И таким образом Черноморец вышел в финал. Моим собеседником является, хочу вам представить, это капитана команды Вирджинии, которая очень успешно выступила на турнире Кубок Феникса этого года, 2005. В основном благодаря которому и через которого шла вся игра этой самобытной команды. У меня только два вопроса к Саше. Довольна ли команда Вирджинии, Динамо из Вирджинии, своим выступлением? Это мой первый вопрос. Вторая половина вопроса. Как он считает перспективу данного турнира, то что к нам приезжает столько команд, самобытность или как он видит в плане развития этого турнира в будущем для повышения в русскоязычной комьюнити, для повышения интереса к футболу? Во-первых, хочу поблагодарить Виктора за организацию этого турнира. Конечно, мы сыграли лучше, чем в том году. В том году мы заняли четвертое место, в этом году у нас прогресс, мы заняли третье место. Но состав участников намного сильнее. Да, состав участников, конечно, мы поменяли. Несколько игроков включили новых в команде, они нам помогли. Конечно, мы довольны. Довольны проведением турнира, организации. Огромное тебе, Вися, спасибо за приглашение. И в будущем мы надеемся приезжать сюда, как и прежде, как и в поза том году, как и в этом году. Приезжать и постараемся в следующем году выиграть. Спасибо. Учитывая то, что в этом году вы заняли третье место, в составе, который намного выше по составу участников, учитывая вашу перспективу и, как говорится, то, что вы идете по восходящей. Нужно рассчитывать, что в следующем году вас ждать в финале? Постараемся. Спасибо, Саша.